Наша миссия — нахождение, изучение и доведение до вас всего ассортимента компьютерного мира. Мы лучшие, единственные и неповторимые игроки планеты. Мы работаем постоянно, мы действуем в тени. Мы одеваемся в разное. Доброе утро, дорогие телезрители. Как вы знаете, сегодня наша передача «Айни на миру Дэнди» исполняется ровно три года. С чем, я надеюсь, вы нас и поздравляете. Поздравляю. Спасибо. Так что же вы сегодня увидите? Во-первых, это будут четыре свежие игры на PlayStation. Во-вторых, традиционная рубрика с новейшими секретами. В-третьих, очень интересный хит-парад. И еще многое-многое другое. И ни в коем случае не выключайте свои телевизоры. Потерпите всего 20 минут. Ну что, поехали! Вы когда-нибудь встречали в своей жизни скунсов? Лично я нет. Я тоже. Не беда. Игра «Панки скунс» поможет вам ощутить все прелести скунсовой жизни. Почувствуйте себя в этой бархатистой шкурке. А запах? Вот так вот выглядит на самом деле эта игра. Совсем не по-панковски. А что вы думали, с базукой будет скунс ходить? Нет, все не так-то просто. На мирную страну нападает злой Бадлер. Я правда сам не знаю, кто это такой. Так вот, наш помощный скунс решает одолеть его. Но в этом ему помогают его добрые друзья. Келли и Нэш. Совсем не скунсы. Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Потому что в игре свыше 30 уровней. Которые разделены на 7 островов. На первом острове после каждого уровня вас ждут бонус уровней. А на остальных боссы. Только уже в самом конце. Так уж получилось, что пуночный скунс любит экстремальные игры. Он умеет ездить на роликах, на сноубординге, летать на парашюте. Все это в игре есть. Ну а сами уровни в игре очень красочные и разнообразные. Действие разворачивается на воздухе, в разных странах. И под землей, и даже в воде. В общем, игра очень увлекательная и интересная. Для тех, кто не хочет играть в Костельванию. Запах скунса мы уже почувствовали. Зато я уверен, что никто из вас раньше не катался на космических скейтах. Лично я? Ты уж точно не катался. А я? Ты тоже. И ты тоже? Тогда мне придется рассказать о Ребуте. Захвачен компьютерный мир. Везде распространены вирусы, которые могут сожрать все за считанные секунды. В этом замешан главный вирус. Ребут. Что делать? Что делать? Ага. Только один компьютерный герой может спасти все, за которого вы и будете играть всю игру. Как вы уже увидели, игра сделана по мультфильму, который, кстати, демонстрировался по ОРТ. В отличие от мультфильма, игра сделана не из компьютерной графики, а из полигоны. Зато заставки, которые вы сможете увидеть после прохождения каждого уровня, сделаны иначе, так как полагается. В игре присутствует система записей и никаких паролей. В каждом уровне есть пять основных миссий. Уничтожить ультразвуком три вируса, находящихся в разных местах. Далее взять карточку и с помощью нее открыть проход в следующий уровень. Но это будет нелегко сделать, так как кругом враги. Это в основном роботы, летающие танки, пушки и так далее. Они-то вам будут очень мешать. Зато у вас в арсенале есть огромный запас оружия. Бластеры, лазеры, бомбы и тому подобное. Всем этим вы будете уничтожать недоброжелательных врагов. И все, что от них будет оставаться, так это всего лишь куча обломков. Хочу еще отметить, что очень красиво и плавно ездит наш герой на своем скейте будущего. Вы даже сможете выполнять трюки в воздухе, на земле, развернетесь на 180 градусов. А найдя что-нибудь вроде трамплина, полетаете немного. Да, кстати, так как игра является полностью трехмерной, пространство в уровнях огромнейшее. И вам предоставляется возможность лазить по всем уголкам. Но это уже ваше дело. Игра неоднообразная. Вы побываете во многих местах. В городе, на пристани и так далее. В общем, уровни отличаются особой красотой. Много взрывов, красочных моментов. Короче говоря, Электроник Артс продолжает баловать. Все новыми хитами. И в 1998 году. Надеюсь, так дальше и будет. Это что, хип-парад? Это же наш хип-парад, ребята. Точно. А что это у нас? Жрет Мото 2? Почему она на пятом месте? А, я в последнее время в нее играл на сложности, мастер. Мне она показалась слегка сложноватой. Точно, вот именно. Поэтому она и будет на пятом месте. Эй, Том Прайтер 2! Да, это четвертое место. Она слишком долгая. Но это же плюс. С какой стороны плюс, с какой стороны минус. Пусть валяется на четвертом месте. А что-то у нас на третьем месте. Это же Резидент 2. Я его прошел 25 раз. Но, к сожалению, я не смог получить ранг А. Именно поэтому мы поставили ее на третье место. Совершенно верно. Это же Шалэк! Превосходная игра! Отличная, крутая. Да мы только в нее и играем. А почему же она тогда на втором месте? А потому что она на первом месте! Ура! Файнал Фэнтези 7! А почему Файнал Фэнтези 7? Понял. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заедлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». В те далекие времена правила катаны и меч, секиры и копьё. И только лишь один удар решал исход поединка. Так было, есть и будет. Это «Бушидо Блэйд 2». В последнее время компания «Сквайр» всё больше внимания даёт файтингам. И можно смело сказать, что это у неё даже очень хорошо получается. Достаточно привести в пример «Тобл 2» и «Бушидо». Весьма оригинальную драку, где противник погибает после одного точного удара. По-видимому, задумка программистам понравилась. Настолько, что выпустили вторую часть «Бушидо Блэйд 2». Принцип остался такой же. Один дар и победа. Но есть одно но. Ведь этот удар нужно ещё нанести, что не так-то и просто. В бою можно вести три стойки. Верхняя, средняя и нижняя. Если вы помните, в первой части было всего две. Уже прогресс. С игроками, то есть с бойцами, отдельная история. Все они поддельны на два враждующих боевых дома. Названия которых навеки скрыты под японскими иероглифами. Знаю только одно. Слева хорошие ребята, справа плохие. Так вот, в начале у обеих сторон всего по три воина. Остальные 12 скрытые. Всего же в игре 18. В следующей страничках выбор оружия. Два вида копий. Колющие и рубящие. Двуручные лёгкие мечи. Катана, оружие самураев и секира. Именно за ней и охотится дом змеи. То есть плохие ребята. Игра на прохождении изменена в корне. Перед встречей с одним из главных врагов, необходимо сперва завалить целые толпы ниндзей. Нельзя не заметить и очень сильные сюжетные линии. Ведь сюжет это неотъемлемая часть бушида. К сожалению, для нашего игрока он недоступен. Есть выход. Выучить японский. А как мы этого делать не будем, остается только драться. Много я ещё не указал. Да и не стоит указывать. Программисты сделали своё дело. Улучшили графику, игровой процесс, зоны их более 20. И предоставили дело нам, игрокам. Так давайте же закончим его. Поигра в очередную драку от Сквайр. Которая, безусловно, станет хитом. Чувствуется скорое наступление летнего сезона. В доме Дэнди, кроме электронных развлечений, появился широкий выбор роликовых коньков. В том числе по смешным ценам. А 95 тысяч. Ведь для некоторых играет роль цена. Теперь им будет намного легче приобрести их. Поспешите. Но это ещё не всё. А там скейтбордов. Найду здесь всё, что искали, начиная от колёс и заканчивая разрисованными досками. Что касается компьютерной части, напоминаю, что диски на Sony PlayStation стали стоить 35 тысяч рублей. При этом вы можете обнять их в течение 14 дней со дня покупки. При условии, что вам они просто не понравились. Вас ждут в доме Дэнди на улице Богданово-Неницкого, 33. Непременно зайдите. Дэнди на улице Богданово-Неницкого, 33. Рез. 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 He's back in the media dimension, and they think I'm crazy enough to go back in after him. So they whisk me away to interrogation 101. They play rough. They're giving me the business. I give a little back. So we negotiate a little... James. Gex. ...for my expenses. Looks like I'm headed back into the media dimension. ... ...